На то, чтобы освоиться в Уфе, Кириллу Капризову потребовалось меньше месяца. В этом сезоне он уже сделал первый в своей карьере хэт-трик на взрослом уровне, а в последних десяти играх забросил 8 шайб и отдал 6 результативных передач. В этом сезоне на молодого нападающего обрушилась двойная ответственность. Так уж получилось, что он стал главным летним приобретением Салавата Юлаева. Причем уфимскому клубу пришлось выложить за 19-летнего нападающего порядка 80 миллионов рублей. В один миг Капризов стал самой дорогой продажей в истории новокузнецкого хоккея. С началом сезона стало понятно, что в плюсе остались все. Металлург оказался при деньгах, Салават Юлаев обрел настоящего бомбардира, а болельщики уфимской команды – нового кумира. Кто лучший игрок Салавата Юлаева? Кирилл Капризов. Кирилл Капризов? Кирилл Капризов. Потому что он крутой. Я люблю Гончарова, но лучший Капризов. Этому, кстати, есть официальное подтверждение. Кирилл Капризов стал лучшим нападающим восьмой игровой неделе в КХЛ, а также вошел в число самых ярких форвардов октября. Для партнеров по команде неожиданностью это не стало. Он умеет убирать позицию, всегда отскакивает там, где он. Это нужно уметь тоже, это не случайность какая-то. То есть немногие это умеют, у него это получается. Ну, плюс еще хороший бросок. Да, у него много хороших качеств, перечислять их долго. Потенциал Капризова болельщики смогли разглядеть еще в прошлом году, когда он стал лидером новокузнецкого «Металлурга». Переход в большой клуб прогрессу не помешал. Нападающий начал сезон в молодежном звене Салавата. Со временем Игорь Захаркин нашел ему другое применение. Мы видим его потенциал. Особенно он сильно раскрывается, когда играет с таким ярким игроком, как Умор, который умеет отдать в любую точку площадки. И вот эта связка, Умор, Капризов, возможно, одна из наиболее интересных, конструктивных или в креативном смысле при игре под воротами соперника или при игре в зоне соперников. Но в то же время Кириллу, конечно, еще надо очень много работать над собой. Это бесспорно. О том, что работы еще много, он знает и сам. Причем не только со слов тренера и партнеров по команде. Главный критик – отец не дает спуску. Папа, конечно, подсказывает. Но он мне всегда говорит, что надо больше бросать, что бросок есть, надо пользоваться этим. Ну а так он, когда не забивают, всегда говорит, что ты там еще не бросаешь, что пасы там отдаешь. Ну и не только там он, брат также у меня. Всегда все смотрят, каждую игру смотрят. И после каждой игры созваниваемся, разговариваем, обсуждаем игры. Уже следующая игровая неделя для 19-летнего нападающего может стать знаковой до личного рекорда результативности в КХЛ. Ему осталось совсем немного. Но главные задачи на этот сезон у игрока все же командные. Это золото молодежного чемпионата мира и, конечно же, Кубок Гагарина. Мурат Зарипов, Ильшат Казакулов, Вести Башкортостан. Продолжение следует...